Саламас, здоровья! Добрый вечер! Когда планируете приехать в Бишкек? Когда отменят решение судов о депортации и запрете на въезд, тогда я приеду в Бишкек обязательно. Так, Тимиров Лайф Кедди Дейл Бейш Адам, Тимиров Лайф Ютуб-канал НДА. Тимиров Лайф Кедди Дейл Бейш Ютуб-канал НДА. Буквально на днях взорвались СМИ зарубежные, они обнаружили полет самолета с Бишкека в Минск. И этот самолет приписывается к российскому олигарху Владимиру Потанину, владельцу таких крупных компаний, как Интеррос, Норильский Никель, Внешэкономбанк и так далее, Росбанк и так далее, и так далее. Вот. И в принципе, сам факт того, что Аклубик Диапар полетел на частном самолете, тоже вызывает множество вопросов. Во-первых, это траты, которые, ну, я считаю, что чрезмерные траты на комфорт первых лиц происходят в последние годы у нас в стране. Во-вторых, если этот самолет был предоставлен Аклубику Джапару безвозмездно в качестве подарка, то это как-никак откровенная коррупция, да, считаю, взятка, потому что, по моим расчетам, этот полет оценивается из Бишкека в Минск и обратно оценивается до 100 тысяч долларов, а может быть, даже и больше. И нас стоила ли любовь к роскошу вот таких вот затрат и вообще вот этого откровенной коррупции, да, скажем, со стороны премьер-министра Кыргызстана нашего, нашей страны. Вот. Более того, есть недавно купленный аэробус, да, президентский, вроде первый борт, да, но на самом деле его же покупают для страны, не для личности, для Садыра Джапарова, правильно? И Садыр Джапаров никуда не выезжал и мог бы поделиться, да. Во-вторых, у нас есть ТУ-154, да, да, менее комфортно, но это ни к чему не обязывает тебя. Да, то есть чем самолет, возможно, предоставленный там каким-то олигархам, да. Более того, я буквально до этого писал о самолете, о частном самолете той же авиакомпании, северо-запад, северо-запад, который прилетел 30 мая и улетел 2 июня. И как раз перед отлетом вертолет МЧС, который тоже аэробус, купленный за большие деньги, вылетал из Бишкека в сторону Кумтора, ну, практически пропал с радаров практически где-то километров за 30-40 до Кумтора. И обратно, ну, в 8 утра 2 июня, я обратно вернулся вечером того же дня и полетел прямо в аэропорт. И буквально через 15-20 минут из аэропорта вылетел частный самолет вот как раз-таки этой авиакомпании северо-запад, да. Я повыяснял, какие компании, чем занимаются тот же Норильский никель, тот же Интеррос, Владимир Потанин, и нашел, что Интеррос является, входит в топ-десятку золотодобывающих компаний России, да. Ежегодно у них есть за Байкале месторождение, ежегодно они добывают 8 тонн золота, да. И возникает очень много вопросов, да, ну, зачем такие подарки, или же вообще зачем, ради чего Ахлубек Джапаров рискует своей репутацией. И, в-третьих, Владимир Потанин находится под зарубежными санкциями, да, и этот его поступок, Ахлубек Джапарова, связь с олигархом, который находится под санкциями, практически подталкивает сам Кыргызстан под санкцией, да. Поэтому вопросов много, в первую очередь, а есть ли интересы Интерроса, Норильского никеля и самого Владимира Потанина, золотодобывающей месторождению компании Кумтор, ну и чуть далее, да, там буквально 20-30 минут полета на вертолете, мы можем добраться до месторождения Джет-Имто, да, что тоже может входить в интересы Норильского никеля, Интерроса и Владимира Потанина. Вот этот полет породил очень много вопросов, которые я сейчас в прямом эфире делюсь с вами, вот, и по моему личному мнению, во-первых, это если все оплачено из бюджета, то это чрезмерные траты и любовь к роскоши, а если же это самолет предоставили в качестве подарка, то это, ну, откровенная взятка и вообще чревато последствиями, в первую очередь, по санкциям, да. Вот такое мое личное мнение, и давайте перейдем к следующей теме, и потом начнем вопросы ответа. Следующая тема сегодняшнего эфира – это биография генерального прокурора. Буквально за один день его назначили, назначили его, ну, то есть президент вчера с утра, по-моему, ну, мы еще позавчера по сети гуляла вот это представление кандидатуры в Джогурку Кенеш, и вот вчера с утра в экстренном порядке комитеты быстро пропустили генерального прокурора, и на заседании 60, ну, единогласно, Максат Асаналиев был утвержден Джогурку Кенешем, и буквально там в тот же день, да, был подписан указ президента о назначении его генеральным прокурором. То есть сегодня мы уже проснулись с новым генеральным прокурором Кыргызстана, Максат Асаналиевым, и на самом деле, ну, и мы знаем, что он сам родом из Тонского района, из Сокольской области, и очень многие сразу же делают вывод, что вот это земляк Садыра Джапарова, вот это джапаровский человек, назначенный генеральным прокурором, но давайте посмотрим его биографию, и потом уже сделаем выводы. А биография у него такая интересная, в 2000 году он окончил национальный университет, юридический факультет, вот, и в 2001, спустя год, после окончания, ну, может быть, полгода там, он уже устроился на работу в ГКМБ, да, и с 2001 года по 2010 годы он работал в ГКМБ. Согласно биографии, ну, там непонятно, до революции или после революции, он уже сменил сферу деятельности, ну, то не сферу деятельности, он также остался следователем, правоохранителем, скажем, можно сказать, вот, и начал работу в прокуратуре. С 2010 по 2019 у него в биографии значится прокуратура, и вот, не знаю, это может из-за ошибки в составлении биографии, или же действительно это было так, с 2019 по 2021 у него такое, прорехав три года, два года в биографии, и в 2021 он уже обратно возвращается в прокуратуру, и в 2022 он возглавил Лорскую прокуратуру областную, и вот сейчас стал генеральным прокурором, да. И инстаграм-аккаунт «Новости Ки-Джи», он опубликовал со ссылкой на собственных источников информацию о том, что он является действующим сотрудником ГКМБ, находится в резерве. Ну, это обычная практика для ГКМБ, чтобы внедрять своих людей в различные госорганы, вот, для того, чтобы отслеживать, смотреть, наблюдать, и, возможно, получать какие-то указания со стороны ГКМБ, да. Вот. Вот. И в доказательство можно привести еще слова бывшего адвоката Сады Радиопарова, сейчас они вроде в ссоре, вот, Иткулов, по-моему, да. В 2018 году, когда была проверка прокуроров, назначенных по политическим делам, да, деятельность прокуроров, там была создана рабочая группа, и вначале его возглавил Максат Асаналиев как раз. И его тут же быстро поменяли. И тогда вот этот адвокат Иткулов сказал, что поменяли его, потому что он пришел с ГКМБ, и фактически даже на тот момент генеральный прокурор Аида Солянова, по-моему, на него никакого воздействия не имеет, да. Вот. Но это только косвенные доказательства, и у нас две версии, то есть это земляк Сады Радиопарова, это человек Сады Радиопарова, и вторая версия, он все-таки является человеком ГКМБ. А кто возглавляет ГКМБ, вы сами знаете, да. По нему самому, да, ну, времени было не так много, да, всего два дня мы знали о том, что именно он представлен кандидатурой в генеральную прокуратуру, генеральным прокурором, поэтому на исследовании его было всего один день, да. И вот что я нашел, в принципе, ничего такого в открытых источниках найти невозможно. Он все-таки в ГКМБ работал, да и сотрудники прокуратуры пытаются скрывать о себе данные. И сама прокуратура пытается скрывать. Вот. И, в принципе, много чего не обнаружено. Единственное, в 2004 году он купил квартиру, даже долю в квартире, да, в Тунгуче. В 2014 году он взял кредит, под залог поставил квартиру. В 2019 году он не смог расплатиться, судя по всему. И там значится, что у него отобрали эту квартиру. Ну, то есть, такие обычные вещи, которые происходили. Ну, в 2021 году он вернул себе эту квартиру, не себе, а переоформивал на своего родственника, да. Вот. Что мы еще узнали о нынешнем генеральном прокуроре? То, что его сестра Асаналиева Сырга Куватовна в 2009 году за подписью Игоря Чудинова трансформировала почти два гектара земли в Новопавловке и сельхозугодий в населенный пункт. Ну, то есть, пригодного для жителя и так далее, да. Подобную историю мы уже слышали. Это, помните, была история о том, как за подписью Чудина в том же 2009 году Ахолбек Дяпаров, ну, мама Ахолбека Дяпарова и родственница Ахолбека Дяпарова получила почти 30, получили почти 30 гектар, ну, трансформировались 30 гектар земли и сельхозугодий в жилые, да. Это расследование и мы выпускали, и в последующем политклиника показывала это, документы это есть. И, в принципе, такая же схема была со стороны, ну, то есть, применена тоже за подписью Игоря Чудинова к сестре, да. Сестра получила, ну, почти 2 гектара земли. И возникает вопрос, а почему сестра получила, ну, почти 2 гектара земли, если разделить на участки и продать, это достаточно весомая сумма. И я выяснил, что мужем сыры Асаналиева является Исабеков Нарамбек. На тот момент он был заместителем кадастрою службы регистрации там земельных угодий и земли, да. То есть непростым человеком был в 2009 году. Муж, считай, как это называется на русском, GSD, на кыргызском GSD нынешнего генерального прокурора, да. Вот. Но, собственно, к самому генеральному прокурору это дело имеет косвенное отношение, и поэтому утверждать, что на тот момент следователь ГКМБ тоже предложил к этому руку, ну, практически невозможно, но ставят ряд вопросов, да. Будет ли генеральная прокуратура под его началом исследовать вот такие вот махинации землей, которые произошли в 2009 году в бытности Игоря Чудинова премьером, а его GSD-шки заместителем кадастрою службы, да. Но в целом могу сказать, что генеральный прокурор, он получил юридическое образование, имеет опыт, есть прореки в биографии, но пока делать выводы рано, и я думаю, что в ближайшее время мы поймем, насколько он подручный президента человек, подручный кого вообще, мы в ближайшее время поймем. Завтра к тому же пройдет предварительное слушание по делу 11 журналистов наших, вот, и тогда поймем, будет ли он продолжать гнуть беззаконие в отношении оппонентов власти, да, и простых журналистов, или же нам стоит ожидать какого-то торжества закона у нас в стране. Вот такие выводы я делаю, вот такая информация у меня на сегодняшний день есть. Так, перейдем к вопросам. Так, балыкчыда это чонг жер бар дейд, ақылбек запаровдықта контейнерменен тосулған ушыл чындықпы? Аны еліктеш керек, бұл сұрауы даролы жопералай. Так, болот 300 урдаған ақшаларын қайсы банкта қатып жатқанын 1 сен шотун номерін. Бұл сұрауын дағы азартқы башқы прокурор бұл затайлы, берткей сұрауын дәлі, сөйі бұндай малыматтарға, малыматтарды еліктеп, мызамын аяғын әчен жеткерген ұқық қорға орғандарға да, прокуратурада мүмкіншіліктір бар. Өздерінің қылмыш үшін қозғовет таңдай бұлғы бар қызматкер генпрокурор емес еч жақта ештебес керек. Мен айтып кеттем, өзіне тейшілімес бұл деген байғы бұлықтары дәлтасыңар, бұлықтары олса ұшу егесіні сырға асын алиу, анан үйесіні Иса Беков Нарымбекке тейшілі дегі ойлайым. Ұшандықтан басқа прокурор аға тейшісі бар ой жоқ бұл айтышқыыыыын, аның ұшында ұшында бірақ басқа прокуратурадан прокуратурадан 2019 жылы ғачайын айтып кетінгі өмір байында екі жыл қайырмасында жазылбаптыр. 2019 жылы басқа прокуратурадан іштіп, ананген 2021 жылы қайра басқа прокуратурадан іштіп аштағаны көрсіп тұлыпта. ұшындықтан Сорымбай Женбекінің кешесеуі кешеве деп жазылшат аға малмат болса маға жіберсіңер болыд мені барықчаларыма жетелеграмм аккаунтыма. Сөбі ұшындың ішінде менің ұлтшырғын түшініксіз болыдап дейлісі бұл өмір байының жазғаны адам адашып ағыл прокуратурада ағыл екі жыл іштегені жазылбай ғалған. Қамшырек Ташиевтін баласы Таймурас таластағы үш жоң алтын қазық сөбір маркеті алып қойду бұға ғандай қарайсыз. Бұнындағы еліктеш керек негізі бізге келген көп сұролыры мұнан кейін бізге көп тілі қайрылылыры болу тат тұршындай ақыр қатсыз жерлерді алуалы мүлктерді алуалы бізнесін алуатқан айабай қайрылылар болу тат бұл негізе нені білдірет бұл деген ұшо бірінші бірінші ең негізге башқы прокуратура прокуратура бұға чейін бөз жұмып жақшы іште алаған емі азыр мақсатты Асан Алейф келіптерін көріңіз бұндай қайрылылар азайса ұшындай чон-чон адамдар аралашқан іштерге іштерді еліктеп қылмыш іші ашып аяғынаға чығарса андаген айтағыз ааа бұл башқы прокурор ұшалда құрман құл ұзыл ұшов мұрын құл прокурорлардан айырмаланат айтағыз 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 бұл ұшыл сұрл ұрұл ұрұл башқа прокурор құрғыз ұрғыз құрғыз 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 депортация и Верховного суда который это подтвердил да потому что депортация подразумеет автоматический запрет на 5 лет мой сын уже считай те годы уже полтора года прошло значит 3,5 года осталось до окончания запрета этого но я не думаю что если власть продолжат в том же духе я не думаю что для них это будет большой сложностью продлить этот запрет Как только этот запрет снимет, я в первую очередь сяду на самолет и буду в Кыргызстане. Так, давайте перейдем к следующим вопросам. Байлык Акчағалтын жер бетінде қалады. 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 Байлык Акчағалтын жер бетінде қалады.